Продолжаем нашу 16-ю международную конференцию администраторов и регистраторов национальных доменов верхнего уровня стран СНГ, Центральной и Восточной Европы. И у нас шестая секция, может быть самая интересная секция во всем ТЛДКО. Она будет совместная с представителями компетентных организаций и будет посвящена безопасности в доменном пространстве интернета. Основной темой секции будет обсуждение текущих современных трендов, связанных с фишингом в основном. Ну и в том числе посмотрим, насколько вообще растет число ресурсов, направленных на пользователей или на конкретные маркетплейсы, к примеру. Ну и поговорим о приемах, которые применяют злоумышленники, о том, насколько сейчас легко войти в этот рынок неофитом. Потом поговорим о методах противостояния, о том, какие из них наиболее эффективны, а какие нет. Может быть подискутируем во второй части секции на эту тему. И я представлю сегодняшних докладчиков. Это Евгений Панков, он руководитель проектов Координационного центра. Это Кирилл Мякишев, он директор по информационной безопасности маркетплейса Озон. Дмитрий Кирюшкин, руководитель группы защиты бренда B-Zone. К нам также приехал Станислав Гончаров из компании «Факт». Он директор по развитию бизнеса Департамента защиты цифровых рисков. Компания «Факт» для тех, кто не сориентировался, это бывшая группа IB. Ну и будет выступление не только со стороны людей, занимающихся регулированием и безопасностью, а также у нас будет представитель крупнейших регистраторов «Фрегру» и «Руцентр». Это Марина Брик, она руководит отделом доменов и сопутствующих сервисов компании «Руцентр». И я тогда предлагаю, сразу долго не откладывая в ящик, пригласить к микрофону Евгения Панкова с его статистическими данными. Добрый день, уважаемые коллеги. Ждем презентацию. В сегодняшней моей презентации я вам представлю статистику в рамках проекта «Доменного патруля». Это проект кредиционного центра, направленный на пересечение и недопущение угроз в сети интернет. Далее я вам расскажу, покажу примеры по фишингу, наиболее распространенные сейчас в мошенническом мире. И в конце, наверное, на последнем слайде задам общий вопрос, с которого мы, наверное, перейдем потом в дискуссию. На сегодняшний день с нами, с Координационным центром в рамках «Доменного патруля» взаимодействует 12 компетентных организаций. Все они вам хорошо известны. С ними у нас, как у регистратуры, заключены соглашения по взаимодействию, по пресечению и недопущению угроз в сети интернет. Соответственно, в рамках правил, каждая из компетентной организаций вправе направить обращение аккредитованному регистратору, и тот, в свою очередь, вправе прекратить делегирование того либо иного домена. Почему фишинг? Потому что за последние несколько лет это является абсолютным трендом, и рост его растет из года в год. Здесь представлены основные категории, подкатегории, можно сказать, фишинга. Это и классический фишинг, в основном он складывается из рассылок. Телефонный фишинг, и более конкретно, подробно мы потом остановимся на сложном фишинге, который также преобладает, наверное, начиная с конца 2019 года, и по сегодняшний день это наиболее распространенный подвид фишинга, которым пользуются мошенники. Я буду приводить статистику за текущий год и за предыдущий. Здесь мы видим в первую очередь цифру в 2022 году. Она уже значительно была выше предыдущих, там, 2021 и 2020 года. Там рост примерно составлял по 40%, вот, например, там, в 2021 году было на 40% меньше, там, порядка 11 тысяч. Мы видим рост, который к концу 2022 года, это осенние месяцы, значительно стал увеличиться по отношению к другим месяцам. И ниже под таблицей мы видим процентное соотношение, какой процент составляют именно бренды, наиболее подверженные атакам. Если мы вот возьмем еще 2021 год, там порядка было 25-30%, то здесь ежемесячно рост такого процента только продолжался. Вот на примере уже 2023 года, это данные по август, включительно здесь мы уже видим, что более чем в два раза цифра больше предыдущего года. И также поддерживается тот же процент, а кое-где даже доходил до 80% присутствия именно атак на вот эти вот 10-12 основных брендов. Ну и по цифрам вы видите, здесь уже кратное увеличение с теми же цифрами даже конца 2022 года. В 2, в 2,5, а кое-где и в 3 раза. Здесь схема по брендам. Вот то, что я говорил с конца лета прошлого года. Резкое пошло увеличение количества именно сложного фишинга. Здесь вот, если мы посмотрим по градации, то, что входит в первую десятку, здесь, да, Сбербанк, Озон, Блаблакар, Букинг и Альфа-Банк. Вот в первой пятерке, заметьте, тут даже нет вот в первой пятерке ни Авито, ни Юла, что интересно. И мы, если посмотрим, 23-й год, какой взлет именно на Авито и Юла. Здесь просто они сейчас присутствуют. Наиболее большое количество обращений именно по этим брендам. С чем связано? Ну, возможно, еще коллеги расскажут. Ну, на мой взгляд, связано именно с уязвимостью и возможностью легкого доступа к данным. И легкой работе этих мошенников именно на сайте этих брендов. Потому что даже если мы посмотрим по Озону, который в 22-м году был выше этих брендов, здесь у него пошел незначительный спад. Возможно, я связываю это также с дополнительной какой-то информированностью тех же пользователей, что немаловажно. Потому что вот я даже сам, как пользователь Авито, я вижу, что не хватает именно информации для пользователей, как себя вести в той либо иной ситуации. Здесь вот процентное соотношение роста. Ну, Телеграм можно так не брать, потому что в 22-м году практически совсем было малое количество обращений. Сразу еще оговорюсь, это именно в рамках проекта «Домены патруль». Происходит то, что мы обрабатываем обращения компетентных организаций к регистраторам. Есть еще у коллег другие цифры, но здесь именно цифры по доменному патрулю. И здесь мы видим колоссальный рост. Конечно, вот и Юла, и Авито, сами видите, в каком процентном соотношении, они кратно были увеличены. И практически сошли на нет, это вот Steam Community и BlaBlaCar, что тоже очень интересно, потому что, помню, BlaBlaCar чуть ли не был в лидерах, там, 2020-2021 год. Тут, наверное, даже по итогам, к концу года, наверное, останется единственным брендом, который не побьет свой предыдущий рекорд, можно так сказать. Что же по времени реагирования? Да, мы столкнулись с некой проблемой, да не с некой, а с проблемой. В конце 22-го года из-за большого объема обращений информационная система не была готова к такому количеству. И вот с конца года, ну, несмотря на то, что по итогам 22-го года среднее время реагирования было порядка 25,5 часов на каждое обращение, то первые месяцы 23-го года, если мы посмотрим, вот здесь вот градацию, сколько обращений обрабатывались в первые 12 часов, там, в промежуток 12 до 24 часов и выше, то мы здесь видим процент 24+, он преобладал над 12 и 24 часами. Но была проделана работа, были проанализированы также и статистики, и что могло повлиять, было принято решение, и уже в середине мая были проделаны необходимые доработки в информационной системе доменного патруля. И что очень приятно, вот за последние, ну, за три летних месяца мы видим, какой процент обрабатывается в первые 12 часов. То есть большая часть и, можно сказать, больше 80% всех обращений обрабатывается в первые 24 часа. То есть если мы отбросим первые вот эти вот три месяца, то, конечно, это будет на порядок быстрее даже по сравнению с прошлым годом. Ну, вот за счет первых месяцев, да, если будет общая цифра, конечно, она будет в районе, я так ожидаю, там, 26-27 часов. Но вот последние месяцы очень радуют, и очень радует реакция этих мошенников. Я вам расскажу, почему, несколько попозже будет на слайдах, как они нервничают и насколько им не нравится вот это вот наше быстрое реагирование, но в первую очередь реагирование регистраторов на то, что домен уже не делегирован. Там такая схема, они генерируют ссылки фишинговые, но в этот момент уже домен недействительный. И, конечно, там читал я и переписку этих мошенников, насколько им это не нравится. Пробежимся по основным некоторым примерам фишинга. Вот один из вишенг, это телефонный фишинг. Цель одна, естественно, это тем или иным способом выводить банковские данные пользователя. Звонят как из госуслуг, звонят и как представители банков, правоохранительных органов. Очень часто, ну практически, ну не очень часто, наверное, 50 на 50, потому что сам получал несколько раз, да и получают такие звонки. А звонят с мессенджеров, чаще всего это Facebook, где заранее устанавливается аватарка, соответственно, вот как на примере госуслуги или Сбер, что уже вводят в заблуждение. В первую очередь это касается более старшего поколения, периодически тоже получая звонки от родителей, они мне рассказывают такую историю, ну хорошо, им есть куда позвонить и чего спросить, они полностью проинформированы. К сожалению, большая часть, наверное, все равно нашего населения не проинформированы. Также к вишингу это вот мошенники вообще, они молодцы. Они до того быстро все это придумывают и, конечно, можно им отдать должное. Мы это уже узнаем просто постфактум. Во-первых, это вот нулевой этап, потому что мы уже все неоднократно сталкивались со звонками правоохранительных органов, уже знаем, как себя вести. Но тут также вот нулевой или предварительный этап, чем он очень интересен. Тебе звонит либо коллега, либо родственник, вот мне Георгий, позвонит, скажет, Евгений, тебе вот через минуту позвонят из правоохранительных органов, у меня нет времени, ответь на все его вопросы, все. Естественно, меня это ведет в заблуждение, мне позвонит через минуту и, наверное, начну с ним разговаривать. Ну, правда, я уже не начну, но большинство начнет разговаривать, и они поддадутся вот этой вот введенной информации от вашего коллега или друга. А также звонок родственника, друзей, новая также технология мошенников, которые уже используют через технические средства полностью идентичные голоса ваших родных и близких. Вам звонит там мама, брат, сват, голосом, вы же уже определяете голос, они вам говорят, нет времени, опять же, необходимо перевести деньги, я потом все объясню. Вот, ты уже не можешь сомневаться, ты же голос знаешь прекрасно. Тоже очень большой процент, который на это попадается. Цель, опять же, одна – завладеть денежными средствами пользователя. Ну, и перейдем к основной, наверное, интересной схеме, которая вот прогрессирует последние годы. Ну, в принципе, все вот это вот началось, прогресс, это вот с конца 2019 года, когда началась эта пандемия, многие перешли в онлайн, мошенники, естественно, этим воспользовались, и из года в год мы пока наблюдаем рост. Что же такое сложный фишинг? Это когда домен имя, чаще всего известный бренд, является частью масштабной компании. Ссылка генерируется по, ну, работает в определенный временной промежуток и нацелена на конкретного пользователя. Это вот чаще всего пользователи крупных торговых площадок, маркетплейсов. Как же это работает? Удивительно, опять же, для мошенников, если раньше для этого отводились отдельные сайты, отдельные группировки, где обучали сообщество мошенников, как себя вести, как работать с фишингом против жертвы, то сейчас намного все проще, но это уже, опять же, схема не новая, там больше года, а может даже еще больше. Но вот я столкнулся с ней несколько месяцев назад, тоже абсолютно случайно, просто заметил, что пользователь, клиент пишет к нам в поддержку и присылает ссылки. Вот фишинговый, я с ним разговаривался, ну, несколько там зашел с другой стороны, как абсолютно неведущий, он сказал, долго вам все это объяснять, давайте я вам дам лучше ссылку на чат-бот, и вы и сами все поймете. Действительно, тут абсолютно не стоит обладать какими-либо данными, все довольно-таки просто. Это выбирается бренд, выбирается кем ты будешь покупателем или продавцом. Вот здесь на примере мы рассмотрим, как действует мошенник с продавцом, например, того же телефона через авито. Выбирается авито, в чат-боте он выбирает домен, вот опять же на этой схеме я видел, как они нервничали, когда уже эти домены не работали, вот начинает там ругаться, ну, довольно-таки быстро, опять же, предоставляет другой список доменов. Ну вот, я, будучи как мошенник, я указываю свое имя, вот, якобы покупатель, указываю адрес доставки, потому что предварительно мошенник проверяет по авито, использует ли он доставку, указывает адрес доставку, генерируется ссылка, то есть присылается ссылка на тот либо иной товар, все, ссылка успешно сгенерирована. Далее вы, мошенник входит в диалог с продавцом, входит к нему в доверие, предварительно переводит его пообщаться в мессенджер, ну, аргументируя, что это намного удобнее и быстрее. Далее он в мессенджере ему присылает ссылку, он переходит по этой ссылке продавец, где он видит, что уже поздравляем, у вас есть покупатель, и он уже оплатил товар. И здесь необходимо просто нажать «получить», вот, введя свои банковские данные, вот, и все, все легко и просто. Здесь же видно чат, в котором, если продавец, у продавца возникнут какие-то сомнения, он может здесь уточнить. Отмечу, что на оригинальной странице авито именно в этот момент, если получает продавец такую ссылку, что есть покупатель, такого мессенджера нету, то есть общения такого не будет. Вот, здесь можно уточнить, да, поговорить, там, какие-то вопросы, сразу же вам ответят, успокоят, то есть все будет нормально. Но в оригинальном авито нет такого чата. Сам же мошенник через этот чат-бот получает все уведомления каждого шага продавана на их языке, потому что у них либо продаван, либо это мамонт. Очень хорошо описана схема мамонта как раз именно у компании «Факт», на их сайте, там, в пресс-релизах тоже очень подробно хорошие ссылки. Зачастую сейчас комитетная организация использует также ссылки с описанием этой схемы для, ну, после направления обращения к регистратору. Здесь вы видите, что продаван перешел на страницу объявления. Далее продаван, он же мамонт, соответственно, переходит на ввод банковских данных, о чем, опять же, мошенник получает тут же эту информацию. Мамонт перешел на ввод карты для получения денег. Далее все просто, соответственно, помимо денежных средств мошенник получает еще полную информацию по банковской карте жертвы. Вот некая их статистика. Они эту статистику приводят в течение всего дня. Соответственно, вот сколько они зарабатывают за сутки, все у них там есть иерархия. Опять же, кто сколько, кто какой процент. Есть у них топ-10. Вот постоянно они эту информацию публикуют. Также для быстрых платежей, для мгновенных платежей они используют банковские счета, номера телефонов. Все они абсолютно легальны. И сами мы понимаем, открыть банковский счет, для открытия банковского счета требуются оригинальные ликвидные данные. Поэтому все, кто здесь указан в той или иной схеме, замешаны в этой мошеннической схеме. И опять же, это вот к вопросу, к обсуждению, насколько все вот это вот просто и непросто, когда данные пользователей реальные. Но мы сами понимаем, что они живут несколько дней, примерно каждые два дня обновляется и эта информация. Ну и вот, пожалуй, последний слайд, о котором я говорил. Все мы сейчас, в том числе присутствующие в этом зале, как пользователи, координаторы, регистраторы, правоохранительные органы, правительство, все мы являемся звеньями одной цепи. Ну вот, что еще необходимо предпринять, это, наверное, тема, мой вопрос перейдет к обсуждению, для того, чтобы замкнуть эту цепь и усложнить. Ну, я оптимист по жизни. Вот, я понимаю, что искоренить полностью и изгнать как минимум из наших зон мошенников не получится, но по максимуму усложнить им жизнь очень хочется. Ну, на этом все. Спасибо за внимание. Спасибо, Евгений. Было действительно очень интересно. Вот такой вопрос он может быть на вторую часть больше отойдет, да? Предупреждается ли простой неофит новой пользователе вот этой вот замечательной системы, которая приходит, хочет стать этим воркером, да? Кто-нибудь из этого организованного преступного сообщества предупреждает его на берегу, что он становится преступником в этот момент? Ну, во-первых, не предупреждает, он это понимает сам, и вот я еще даже не сказал, добавлю, насколько у них все описано. Есть у них полностью инструкция под это на домене Филиппин, в том числе и на NewGTLD доменах, где подробно описана инструкция поведения каждого члена этой мошеннической схемы, вплоть до сценария поведения себя с жертвой. Как говорить, что говорить, как закрыть свой айпишник, чтобы тебя не нашли, откуда лучше проводить эти операции. Открытым словом это мне написано, что ты член мошеннической группы, но все это и так прекрасно понимают. Я хочу к ним на конференцию поучиться организации работы. Достаточно прочитать этого мануала, абсолютно несведущий человек, который просто умеет читать, он это сделает. Я сгенерил ссылку за полторы минуты и все. Отправил себе, чтобы проверить, как работает. Также отмечу, что инструкция и весь этот мануал на русском языке. Спасибо, Евгений. А все, спасибо большое. В таком случае вот тогда я приглашу просто к микрофону представители маркетплейса. Это один из таргетов вот этих всевозможных атак. Я хочу, чтобы Кирилл Мякишев из Озона рассказал, какие у них есть с их точки зрения особенности, что они видят под капотом своего автомобиля и как могут с этим успешно либо неуспешно бороться. Кирилл. Всем привет. Я больше, наверное, про то, как мы выявляем и как мы боремся, кто нам в этом помогает. Про разные схемы предлагаю ставить на вторую часть на обсуждение. Я, наверное, до того, как начну, я свою версию ответа на ваш вопрос таки озвучу. Типа, чего нам, какого звена нам не хватает и как нам добиться того, чтобы мошенничек с кем не было. Действительно, добиться, чтобы их не было совсем, невозможно. И мы, люди, которые занимаются безопасностью в компаниях, в крупных компаниях в том числе, основная задача сделать так, чтобы стоимость атаки была меньше, чем выигрыш от этой атаки, чем заработок от этой атаки. Соответственно, наша с вами общая задача это сделать создание таких фишинговых сайтов настолько нерентабельным, чтобы тот выхлоп, который люди получают с него, он был меньше. Давайте посмотрим, как мы этим занимаемся и что мы для этого делаем. Коротенько, об озоне. Первый E-комп в стране по месячной аудитории более 65 миллионов человек. По результатам июля 2023 года 40 миллионов активных покупателей. более 250 тысяч продавцов и более 25 миллионов клиентов Озонбанка. Это тех, кто завел себе карту и оплачивает ею товар как минимум на озоне. Что мы блокируем и как мы блокируем? У нас буквально несколько дней назад с Станиславом вышел достаточно большой пресс-релиз о том, какие объемы фишинговых сайтов мы выявили и заблокировали совместно за 2023 год. Мы поделили это все на три группы. Это фишинговые сайты, те, про которые мы уже поговорили. Это скам-сайты и это сообщения в мессенджерах и соцсетях. И при том, что сообщения в мессенджерах и соцсетях и скам-сайты падают год к году, мы видим стократный рост количества фишинговых сайтов. Как мы это себе сами объясняем? Объяснение было опять же в предыдущем докладе. Создать фишинговый сайт, чтобы создать фишинговый сайт, не нужно быть айтишником. Чтобы создать фишинговый сайт, нужно просто зайти в чат-бота, покликать кнопочки, и там любая домохозяйка, если захочет так сделать, она это сделает. Тем более есть инструкция на русском языке. В общем, это все под ключ, распространенные мошеннические схемы. Тут справа приведены примеры скриншотов таких мошеннических сайтов. Здесь справа это больше про скам, про то, что розыгрыш, про то, что выиграли. Мы провели анализ среди наших покупателей весной 2023 года и вот такая удручающая статистика. Каждый второй россиянин сталкивался с мошенничеством. До трети потерял больше 5000 рублей и 74% но 74% знают о правилах цифровой безопасности. Но если сравнить первые две цифры с третьей, то это значит, что часть из тех, кто знали, все равно попались. Ну и видимо, это говорит о том, что мы, как маркетплейс, коллеги, как компании, которые занимаются безопасностью в интернете, другие государственные органы в том числе, занимаемся повышением осведомленности недостаточно хорошо. Как мы этим занимаемся? Как мы обнаруживаем фишинки? Как мы ему противодействуем? Во-первых, мы сами ищем. Мы сами пользователи, мы сотрудники информационной безопасности Озона, мы сотрудники Озона в целом, сотрудники других компаний. Мы сами действительно пытаемся найти и обращаем внимание очень пристально на наличие таких ссылок в нашем информационном пространстве. Мы плотно работаем с нашими клиентами. у нас большая служба поддержки клиентов и все обращения клиентов связаны с мошенничеством, с фактами уже мошенничества точно и с подозрением на то, что какой-то сайт может быть фишингом. Он обязательно в порядке оперативно передается нам, а мы уже передаем это коллегам, а коллеги очевидно с прошлого доклада передают это в том числе в доменный патруль. Мы работаем с коллегами из факт, ну и они сами тоже своими методами такие ресурсы на просторах интернета отыскивают и блокируют. Как мы это блокируем? Мы блокируем сайты, для нас это выглядит так по-домохозяйски, заблокировать сайт. Для вас это выглядит чуть более сложно, это разделегирование, еще какие-то манипуляции, наверное, мы об этом еще сегодня поговорим. Что кроме этого мы можем поделать? Я говорил про то, что наша задача это усложнить стоимость атаки. А стоимость атаки велика будет, когда будет использоваться одноразовые пароли. Все знают, что такое двухфакторная авторизация, кто не знает, об этом можно почитать. Одноразовый код, который вам приходит, когда вы хотите попасть в приложение, на сайт, в marketplace, в банк или еще куда-то. В общем, фишинг страниц, где есть ввод логина и пароля, намного проще и дешевле, чем фишинг страниц, где нет логина и пароля, а есть одноразовый код. Потому что надо пользователя отправить ему ссылку, на которую он ведет код, потом этот код поймать, ввести его в настоящем marketplace. В общем, это все очень сложно, поэтому мы, как с нашей стороны, основной способ борьбы с фишингом, видим переход всех наших сервисов на zone.id. Zone.id это, собственно, наш сервис авторизации, который работает, не работает по логину и паролю, а работает по одноразовому коду. И то, о чем я уже успел поговорить, мы, безусловно, продвигаем правила информационной безопасности на всех, на наших клиентов, на наших партнеров, на наших сотрудников. Понятно, что на сотрудников у нас там влияние чуть больше, на клиентов чуть меньше, но у нас на сайте есть целые инструктажи, статьи, развлекательные даже форматы про фишинг и про то, как его распознавать, про то, как ему противодействовать, как отличить настоящий сайт Озона от ненастоящего, как отличить настоящую группу в Телеграме, там Озона от ненастоящей, как выглядят основные мошеннические схемы, мы это все до наших клиентов, партнеров доносим. Собственно, вот примеры того, как мы это делаем, у нас есть справа как выглядит наш сайт, там геймификация, там нужно отгадать, где правда, где ложь, где настоящий Озон, где нет. слева это скрины из наших внутренних курсов, из наших внутренних мессенджеров, мы стараемся продвигать как в целом правила санитарные, это такие базовые правила информационной безопасности, так и правила борьбы, распознавания фишинга, и делаем это в том числе на пункты выдачи, потому что мы за последнее время достаточно много столкнулись с фишингом не клиентов, а с фишингом сотрудников, направленных на сотрудников пунктов выдачи заказа, и мы там чуть позже наверное поговорим про то, какой ущерб на самом деле это может наносить, но вот в нашем случае живым ущербом является угон учетной записи сотрудника пункта выдачи заказа, когда мошенник может мог до того, как мы не внедрили в интерфейсе выдачи заказа азанайди, злоумышленники начали массово угонять учетки сотрудников ПВЗ, а это значит, что можно там выдать товар, сдать товар, но не принести товар, в общем, и это все из цифрового мира мигрирует в реальный мир и мигрирует в реальные потери в товарах, потому что селлер продавцу эти деньги мы платим, а товар по факту там у нас исчезает, пропадает, в общем, его воруют, поэтому жулики цифровые, они для зарабатывания денег в том числе становятся и жуликами в реальном мире. Спасибо. Спасибо, Кирилл. Да, вот последний посыл, это такой, очень интересный, выход из онлайн в оффлайн. У меня вопрос про, да, дискуссию про двухфакторную авторизацию. Вот применяемые сейчас большинством площадок присылания кода по смс, мягко говоря, меня очень не устраивает как пользователь. Я бы хотел, чтобы я мог, например, на примере озона, например, ну, использовать privacy ID кода генерейтера, да, у меня там приложение есть, я им пользуюсь для ВКонтакта, там, для каких-то прочих мест, у меня есть двухфакторная авторизация, которой я доверяю. Что мешает сейчас, вот есть ли какие-то препоны, или это усложняет пользователю жизнь, как-то внедрить настоящую двухфакторную авторизацию? если мы говорим про ТОТП, то есть генератор кодов на основе времени, да, у вас стоит приложение на телефоне, на самом деле этот вопрос обсуждался внутри, мы, когда занимались стратегическим планированием безопасности озона ID, мы рассматривали нужно ли нашим покупателям, продавцам, партнерам авторизацию по одноразовому коду ТОТП, и мы не увидели потребности со стороны клиентов в этом, вот, то есть таких, как вы, катастрофически мало, вот, и поэтому мы не готовы вкладывать надо понимать, что как только мы где-то той же самой двухфактной авторизации усложняем жизнь мошеннику или там злоумышленнику, он переходит на следующий уровень сложности, он начинает присылать или забирать смс-ки, он начинает поделать сим-карты и так далее, и тому подобное, научив, что операторы сейчас выпускают виртуальные карты, и там есть тоже с ними проблемы, это может просто следующий виток орудия и брони. Мы тут стараемся быть в тренде, стараемся синхронизироваться по этому вопросу, в том числе с информационной безопасностью других маркетплейсов, крупных банков и других площадок, но в целом сейчас это золотой стандарт, вообще правило. Это ответ уже достаточный. Будет ли когда-то возможность использовать ТОТП? Возможно, но это точно не будет обязательным, и я думаю, что большинство наших обычных пользователей, которые не столь искушенные в вопросах безопасности своих данных, они останутся на том способе, который сейчас мошенники будут работать против них, а не против тех, кто там сильно-сильно себе усложнил порог входа. Спасибо, спасибо. Это был Кирилл Мякишев из Озона, а я тогда приглашу у нас онлайн-участника, у нас есть Дмитрий Кирюшкин в Зуме, это руководитель группы защиты бренда Бизон, у него есть свое для нас подготовленное выступление, а он даже туда заходил, обещался быть, мы с ним общались, у него получалось даже. Оу, а напишите кто-нибудь ему там, не в том зуме. Да, конечно, именно, тогда мы поменяем просто порядок выступлений, я тогда приглашу к микрофону Станислава Гончарова из факта, посмотрим, что поведает Станислав. Да, супер, отлично, спасибо. Ну, хоть где-то чуть-чуть пораньше получилось, потому что на самом деле вот презентация Евгения на самом деле очень подробная была и по части скама и кейс прям подробно рассказали, и вчера на самом деле коллеги из Ростелекома Солар тоже очень много пробежались по кейсам, и слава Богу, что я добавил один кейс, а не все те же самые, про которые мы рассказываем. Но по поводу, ну, хотел бы тоже чуть-чуть прокомментировать, по поводу скам группировок. Спасибо большое, что читаете наши отчеты, рекомендую также всем прочитать отчет на нашем сайте по таким группировкам, на самом деле чтение там займет не более 3-5 минут, но зато вы сможете подробно ознакомиться с этой схемой, понять всю иерархию, иерархия очень большая, порядка 10 направлений, то есть помимо вот этих всех воркеров, которые делают ту работу, про которую рассказывал Евгений презентации, есть еще и в Бивере, есть поддержка, есть топик-стартеры, те, которые собственно ведут эти телеграм-каналы, есть разработчики этих телеграм-каналов, телеграм-ботов, есть непосредственно руководители скам-группировок, а их там больше 300, по-моему, группировок на данный момент насчитывается. Ну и, конечно, вот эта шутка от Кирилла по поводу домохозяек, которые в любой момент могут это сделать, на самом деле так и происходит. Единственное, там в основном не домохозяйки, а школьники. И к вопросу, понимают ли они о том, что они становятся киберпреступниками, на самом деле не совсем так. они все-таки считают, что они бизнесмены и молодые бизнесмены зарабатывают деньги, потому что к 20 годам они думают, что они будут жить в Москва-Сити и ездить на дорогих спорткарах. Поэтому вот это ими движет. Надо, конечно, как-то направлять их в более правильное русло. Ну, в общем, дальше пойдем по презентации. Факт. Что значит факт в целом? Не для всех очевидно. Наша аббревиатура, как она расшифровывается, это Fight Against Cyber Crime Technologies, то есть технологии по борьбе с киберпреступностью. Наш портфель продуктов и услуг связан не только лишь с классической информационной безопасностью, про которую мы все знаем, то есть защита внутренней инфраструктуры компании, но и в том числе защита пользователей сети интернет, защита брендов, правообладателей, защита контента. И как раз я являюсь директором по развитию бизнеса этого направления с презентацией, которая включает в себя статистику по фишингу в зонах РУРФ. На самом деле занимательно сравнивать статистику. У всех у нас цифры с одной стороны разные, с другой стороны достаточно приближенные к какому-то общему пониманию. здесь показаны цифры за 23-й год с января по август по фишингу в зонах РУРФ и в принципе на все из них мы отреагировали. Единственный момент, если сравнивать с нашими пресс-релизами с Озоном, с Толото и с другими правообладателями, здесь указаны исключительно домены указаны. То есть мы здесь не берем различные УРЛы, конечно там показатели будут совершенно другие. Значит здесь порядка 10 тысяч доменов, которые мы заблокировали с января по август 2023 года. У Евгения статистика была там 33 тысячи по-моему доменов. Да, 33 тысячи. Ну соответственно можно сказать, что одну треть из них направили вам мы и успешно совместно благодаря доменному патрулю разделегировали эти домены. Важно, что эти домены в том, что они в российской доменной зоне и они значит связаны исключительно с фишингом. Почему я акцентирую на это внимание? Есть такая история тоже как скам, как скам, который к сожалению пока мы с доменным патрулем не можем брать в работу, обрабатывать и реагировать. Но это к теме обсуждений после моей презентации, что я хочу предложить для всех вас. А по поводу статистики дальше, кто подвержен? Основная тройка все так же онлайн сервисы, службы доставки и финансовые учреждения. На самом деле статистика постоянно меняется, кто-то выбивается выше, кто-то ниже, но знаете, на удивление платежные сервисы и букмекеры ушли вообще на второй план. Так что у этих школьников и не только школьников есть четкая тропинка, по которой они действуют, куда они идут, понимают, что российские бренды, которые приняли на себя возможность импортозамещения различных серьезных брендов зарубежных, взяли на себя вот эту возможность развития, привлечения большей аудитории и работы по России и странам СНГ, принимают параллельно на себя вот этот большой удар, связанный с паразитированием на бренде, паразитированием на различном контенте. Значит, если мы говорим про около 10 тысяч доменов, заблокированных в российской доменной зоне, то всего мы видели на российские бренды, именно на российские бренды, около 200 тысяч таких фишинговых страниц. Это по России, по российской доменной зоне всего лишь 5% от общего числа. При этом зона РФ, я вот перед презентацией поискал, сколько мы направляли, там до 50 доменов всего лишь. То есть это меньше, чем 1% от 5% общего обнаруженного количества фишинговых страниц. Про кейсы на самом деле повторюсь, что уже в принципе все подробно рассказали, и если кто-то плохо воспринимает на слух или в рамках мероприятия эти данные, эти схемы, рекомендую опять же почитать, они вполне себе описаны на нашем сайте. Но в общем доля из этих фишинговых доменов, определенная доля направлена на атаки на пользователей Telegram. Порядка 2000 доменов мы обнаружили, заблокировали, естественно, всплеск был в июне и июле по той причине, что атаки были связаны с голосованием, голосованием такого характера. Моя племянница выступает в конкурсе, в российском музыкальном конкурсе, проголосуйте, помогите и так далее. Рассылка идет совершенно по любым пользователям. Тот, кто переходит на такого вида атаку, сталкивается с тем, что нужно будет ввести свой номер телефона и код, который придет в Telegram. Соответственно, таким образом происходит угон Telegram-канала. В дальнейшем, после угона Telegram-канала, злоумышленники делают эту же рассылку по всем контактам того пользователя, чей Telegram-канал не захватили. Могут изменить, могут делать от его имени, если не совсем ленивый скамер, он одно слово там заменит. А так, конечно, работают все по шаблонам, у всех есть скрипты, также все схемы, про которые вчера рассказывал Ростелеком и сегодня Евгений, они все в самом деле автоматизированы. Нужно просто поставить это на свои рельсы и получать заработок. Схема на самом деле связана не только с Telegram-ом, такие же схемы есть с Invest скамом, когда предлагают проинвестировать в тот или иной проект, с розыгрышами, открытие коробок, колесо фортуны, схема класса скам, которая как раз граничит с такой, сложно сказать, где фишн, где скам, тут еще нужно разобрать ссылку, посмотреть. Кстати, прокомментирую, вы сказали, Евгений, что там есть возможность открывать ссылку в определенном IP-адресе, по-моему, вы говорили, или определенное время, да, но в том числе разбирая такие ресурсы, мы на самом деле увидели, что определенные IP-адреса могут открывать именно для того, что, допустим, сотрудники информационной безопасности, к примеру, зоны не могли увидеть эту ссылку, то есть там определенная библиотека, которая включает в себя стоп-листы, и в том числе по регионам бывает и такое, причем не просто регион российский, а, ну, допустим, работает исключительно по Воронежской области после 19 часов для аудитории, которая там старше, допустим, 40 лет и там что-то искала в Инстаграме, например. Вот, видите, как я попал. Соответственно, возвращаясь к… Ой, извиняюсь, она тут есть тоже, перескочил. Да, и возвращаясь к слайдам, при которых мы сейчас беседуем, привлечение новой аудитории к таким скам-схемам могут быть не только через лом, но и через добавление в группы в Телеграме, добавление в каналы в Телеграме тех пользователей, у которых нет privacy, определенной в настройках. То есть, если вы не запретили сторонним пользователям Телеграма добавлять в вас группы, вы можете в такой группе оказаться. Вот как раз примеры созданных групп. Также мы обнаружили в WhatsApp такие такую историю, такую схему. Там было порядка, если не ошибаюсь, 170 фишинговых ресурсов, но немного другой тематики, школа балета. Все это шло в параллель. То же самое, нажимаете перейти к голосованию, попадаете на авторизацию через мессенджер, вводите свои данные и соответственно теряете доступ к своему аккаунту. Также не ограничиваются злоумышленники тематикой, связанной с балетом и всероссийским музыкальным конкурсом. На самом деле может быть все, что угодно. Если вы проявляете интерес к онлайн-играм, то вам могут быть предложены бонусные игровые валюты, какой-то дополнительный аккаунт, игровые ценности и тому прочее. Если вы одинокий молодой человек, вам может быть предложено фотографии различных дам. Для получения тоже нужно просто перейти к посылке и ввести свой номер телефона. В общем, движут определенным инфоповодом либо эмоциональными какими-то поводами. На каждую аудиторию найдется собственно своя фишинговая страница, свое предложение. Поэтому будьте аккуратны. Отличная на самом деле статистика у Кирилла по поводу осведомленности пользователей цифровой гигиены порядка 74% это крутой результат. Я думаю, что в самом деле часть из них когда-то где-то пострадала и поэтому начали разбирать этот момент о том, что да, мне нужно установить двухфакторную антификацию, да, мне нужно почаще менять пароли, да, мне нужно предупредить свою незащищенную часть семьи и так далее. Вот, по поводу того, у меня презентация заканчивается, хотел бы также поднять такой момент о том, значит, как дальше бороться со всем этим делом. Граничащие с фишингом нарушения, связанные с скамом, я в самом деле вот спасибо, во-первых, что у меня есть такая возможность это здесь озвучить и возможность это предложить, даже не предложить, а я призываю всех регистраторов и хостингов на самом деле обратить внимание на то, что нам тоже нужно думать о безопасности вашего бизнеса не по части защиты с помощью продуктов информационной безопасности, а для защиты ваших пользователей, ваших клиентов и верификации какой-то, либо же определенного контроля, ведь, знаете, есть регистраторы или хостинг-провайдеры, которые находятся, допустим, в наших антирейтингах, у которых там до 80% пользователей обычные скам, ну, скамеры, да, значит, предложение это некий меморандум о взаимопонимании, об обмене этой информации, как сказал Георгий, мы готовы эту информацию давать, то есть мы ничего не требуем взамен, мы просто просим переслушаться, я думаю, мы уже достаточно сделали для того, чтобы завоевать доверие у российского рынка по части информационной безопасности и принимать от нас такой некий фид, некую информацию о скамерах, о их активностях в ваших доменных, значит, на ваших доменах, на ваших хостингах, опять же, взамен ничего не требуем, просто обращать внимание, принимать эту информацию и оперативно делать определенные меры, процедуры, вот пример, как мы это реализовываем вместе с командой КЦ по доменному патрулю. Такие соглашения у нас уже есть с некоторыми из хостингов, даже с кем-то из регистраторов, вот, поэтому те коллеги, которые смотрят в эту сторону, а вчера было, на самом деле, очень много дискуссий по поводу упрощения новых регистраторов, и новых пользователей у регистраторов, для того, чтобы максимально быстро можно было приобрести домен, без каких-то дополнительных персональных данных и так далее. Я понимаю, что это родит еще дополнительный плацдарм для мошенников, для злоумышленников, и если вы смотрите сторону такого упрощения, то обратите внимание на безопасность, чтобы не попасть в такие антирейтинги и не привлекать некачественного пользователя, который будет приносить деньги вот таким путем. Вот, у меня, наверное, все, я буду рад ответить на вопросы, также очень буду рад пообщаться в кулуарах по поводу таких возможностей, онлайн-слушивателям тоже большой привет, вы всегда можете обратиться к нам, пообщаться или через коллег СКЦ по поводу защиты и общего благого дела в российской доменной зоне. Спасибо. Спасибо, Станислав. У нас в зале есть уже два готовых вопроса. Андрей Романов. Станислав, добрый день. Большое спасибо за интересную презентацию. Вот у вас на сайте написано предотвращаем и расследуем. Ну вот, если вы рассказывали, как вы предотвращаете, вопрос был как раз с расследованием. Насколько эффективно вы можете работать для того, чтобы не просто защищать определенные ресурсы, но провести расследование и реально наказать этих преступников, которые вот этим всем безобразием занимаются. Спасибо. Да, спасибо за вопрос. На самом деле с расследования мы и начинали. порядка 20 лет назад вся наша экспертиза как раз тянется оттуда. Вначале мы расследовали киберпреступления и вокруг вот этих знаний уже выстраивали продукты, которые помогают предотвращать. Вот поэтому на самом деле мы рекомендуем и в целом правообладатели все чаще и чаще проявляют к этому интерес именно к расследованию киберпреступления, но не во всех, конечно, случаях можно добиться какого-то результата. Там очень много камней предкновения, допустим, полная анонимизация злоумышленника. Кто-то хорошо анонимизируется, кто-то плохо. То есть это дело времени. Любое расследование не будет проведено за день или за какой-то короткий промежуток времени. Наша задача, вот мы в том числе используем это в расследованиях. Мы наблюдаем за группой злоумышленников, за злоумышленниками, смотрим, когда они ошибаются для того, чтобы получить доступ к деанонимизации и дальнейшего сбора информации для правоохранительных органов, которые курируются вместе с правообладателем. Все-таки мы коммерческая организация и мы не можем расследовать все киберпреступления. у нас просто не хватит ресурсов. Поэтому если интерес у компании есть, мы всегда рады помочь, всегда рады предоставить всю необходимую информацию, всю вот эту дату и совместно с правоохранительными органами провести это дело. На самом деле много успешных кейсов, также вы можете с ними ознакомиться на нашем сайте в разделе медиа-центр и блог. Очень много полезной информации от начала до конца таких расследований. Я извиняюсь, я немножко дополню этот вопрос. Кирилл говорил о том, что происходит переход из виртуального мира в мир реальный, когда сталкиваются уже с конкретными людьми, с конкретной передачей товара или денег, я не знаю. Но тем не менее уже можно зафиксировать ту личность, которая это действие выполнила и, наверное, можно было их всех перелавить. Смотрите, на самом деле разные кейсы бывают. Тут больше связано с оффлайном. Отлично, супер, больше возможностей. Оффлайн объект проще отследить, чем онлайн. Как бы это странно ни звучало. В принципе, такие дела тоже имеют место быть. У нас был такой опыт в поимке. Тогда еще, когда группа ВИ была представлена в России и странах СНГ, у нас была совместная работа по части задержания международных пиратов, сидиан-пиратов. И тоже дошло дело до конца и физически прям поймали злоумышленника, правоохранителя, благодаря той информации, которую мы предоставили. Вот Кирилл хочет добавить. Ну вот действительно поймать человека, который пришел в конечную точку, чтобы забрать товар или деньги, действительно, это кажется сильно проще задачи, чем некоторые задачи в цифровом пространстве. Но Станислав говорил про иерархию во всем этом бизнесе. И, к сожалению, она такова, что человек, который в реальном мире приходит забирать товар или забирать деньги, он не знает заказчика, не знает того, кто сделал фишинговый сайт, а тот, кто сделал фишинговый сайт, не знает того, кто им воспользовался, а тот, кто им воспользовался, соответственно, это три разные человека, которые друг о друге ничего не знают и анонимны каждый относительно другого. Поэтому, да, мы такие попытки совместно с коллегами предпринимаем как-то зацепиться за всю эту схему в реальном мире. Но достаточно часто, к сожалению, конкретный исполнитель не является заказчиком и далеко не является организатором. Обычно ниша иерархии, она как бы подвержена тому, чтобы ее поймать, но раньше их называли дропами. Их было не жалко. Да и сейчас, да, да и сейчас так. Ирина Данелия. Станислав, я прошу прощения, телеграм, угон телеграм-канала, а домен тут при чем? А, домен при чем? Да. Потому что все-таки на нужно перейти на ссылку, на конечную ссылку, в которой авторизация идет через авторизацию телеграма. Поэтому в каждом таком распространении голосования присутствует конечная ссылка. Кстати, мы вот в доменном патруле отправляли некоторые из таких нарушений, там прям было по-русски telegram.rf, там telegram.rf, вот поэтому такие ресурсы именно делают для того, чтобы перехватывать аккаунты. ну, либо там название вот этого конкурса, какого-нибудь точка, а дальше несколько циферок точка.ru, вот такие стандартные домены, они вот к нам имеют отношение. Телеграм-канал это инструмент распространения ссылки. Совершенно верно. Да, я вам то же самое хотел добавить, что telegram это канал коммуникации, который очень легко автоматизировать. И мы говорим про то, что жулики пытаются автоматизировать и удешевить процесс распространения схемы, и там вот мессенджеры им в этом помогают, потому что можно там массово рассылать, можно там какой-нибудь там простенький искусственный интеллект, они сейчас, да, там тоже под ключ везде доступны, прикрутить к общению с клиентом. Но в итоге приземляется жертва все равно на какой-то сайт, который, ну в нашем случае там похож на сайт маркетплейса, там в случае там с другими схемами, похож там на сайты конкурсов и еще чего-то. Вот поэтому в любом случае, да, для того, чтобы заполучить, да, то есть провернуть операцию, да, по фишингу, нужно человека отправить на какую-то веб-страницу, да, а у нее, соответственно, есть домен, который очень часто похож на домен реального, ну, например, маркетплейса. Вот, соответственно, поэтому мы здесь все и собрались. Спасибо. Ну, а мы тогда попробуем все-таки нашего онлайн-участника Дмитрия Кирюшкина из Бизон вывести в эфир, и он нам тоже свою позицию, свою информацию расскажет. Дмитрий, мы видим, слышим и рады участием. Отлично, да, добрый день. Подскажите, да, слышно, да? Да-да-да, все прекрасно. Отлично. Тогда я, наверное, чуть-чуть сначала просоединюсь к прошлой дискуссии по поводу, ну, во-первых, последний вопрос касательно тех людей, которые на границе, на стыке онлайн-оффлайн, да, когда приходят какие-то конкретные физические люди туда, правильно, как сказали, чаще всего какие-то дропы, которые либо не знают, что предварительно была какая-то мошенническая схема, либо для них это выглядит как условно, там, можно купить какой-то товар за полцены, нужно просто прийти, там, показать QR-код и получить товар, а заплатить еще другому человеку. То есть он не знает о том, что предварительно вообще было осуществлено. Вот. И касательно школьников и домохозяек, да, тоже соглашусь с коллегами про то, что порог вхождения для создания фишековой страницы с автоматизацией очень сильно упал. То есть из-за того, что двумышленники автоматизировали все, что могли, ну, там они еще, конечно, ведут работу, но тем не менее автоматизировали очень много рутинных задач, в том числе создание фишинговой страницы, там, генерацию уникальной стрелки и прочее, прочее. Порог вхождения для создания такой страницы упал просто прям вот до уровня уметь пользоваться телеграммом и нажимать две кнопки в телеграм-боте. Так, да, немного отвлекся, хотелось подискутировать чуть-чуть. Теперь я начну рассказывать твою презентацию, представлюсь еще раз. Меня зовут Геройкин Дмитрий, я руководитель отдела анализа репутации компании Bizon и сегодня я хочу рассказать про истории, как у владельцев доменов угоняли их домены, размещали фишинговый контент на них. вот немного про статистику Bizon за прошлый год мы проанализировали в рамках нашего решения Bizon Brand Protection мы проанализировали более 900 утечек баз данных и в них выявили такую тенденцию, что на каждые 100 сотрудников какой-либо компании в этих утечках можно найти порядка 10 пар логин-пароль корпоративных то есть это сотрудник какой-то компании он зарегистрировался на корпоративную почту в каком-нибудь стороннем сайте например социальной сети произошла утечка из этой социальной сети и люди как правило к сожалению используют одинаковые пароли на всех своих сервисах и в таком случае вроде как на первый взгляд никак не относящаяся компания к этой социальной сети происходит утечка из сторонней третьей организации социальной сети и она ставит под угрозу целостность компаний банков в том числе и различных других организаций вот тут всем рекомендую использовать парольный менеджер чтобы не было повторяющихся паролей потому что запомнить сложные пароли тяжело парольный менеджер решает эту проблему вот и второй пункт про количество фишинговых страниц за прошлый год мы обнаружили и заблокировали более 100 тысяч фишинговых ресурсов нацеленных на наших клиентов и вывели опять же такую интересную тенденцию что если у какой-то компании есть личный кабинет пользователя то в 70% случаев на эту компанию есть фишинговая страница в интернете так теперь все-таки конкретнее к тому о чем я хотел сегодня рассказать это про угон доменов что собственно произошло в какой-то момент мы там в очередной раз блокируем фишинговые сайты к нам обращаются владельцы и говорят что владельцы доменов которые мы заблокировали говорят что они вообще ни при чем у них там был сайт интернет магазина год назад или там образовательный портал а сейчас мы обвиняем его в фишинге и мы не правы и вообще он там белый пушистый начали выяснять поняли что ситуация в следующем злоумышленники при помощи там определенных сечений обстоятельств злоумышленники могут размещать свой собственный контент как правило в данном случае в нашем кейсе про что я сейчас рассказываю это фишинг-контент на доменах которые им не принадлежат то есть с начала 2023 года мы обнаружили более 600 таких фишинг-доменов мы заблокировали к нам обращались как раз владельцы доменов с просьбой разобраться в чем же собственно дело и мы выяснили что вот такая история происходит теперь чуть конкретнее как это выглядело для владельца домена то есть владелец домена купил домен поразмещал на нем что-нибудь и не продлил например услуги хостинг-провайдера то есть домен ему все еще принадлежит а услуги хостинга уже не оказываются но при этом NS-запись присутствует в таком случае злоумышленники находят такие неправильно сконфигурированные домены и могут при определенных сечениях обстоятельств могут забрать ну не забрать скажу так разместить свой фишинг-контент на непринадлежащих доменах собственно это и происходило мы такие домены фишинговые обнаруживали блокировали их да и в очередной раз хочу поблагодарить доменный патруль за возможность оперативно блокировать фишинговые домены в рунете вот после того как мы блокировали такие домены к нам обращались владельцы доменов которые даже не знали что на их доменах что-то размещается они были уверены что там или старый неработающий или вообще там что-то легитимное размещает но злоумышленники размещали фишинг собственно например вот так выглядели эти 600 доменов о которых я сегодня рассказываю то есть это просто ну как фишинговая страница это на самом деле история вот с такими угонами она не нова то есть это история достаточно старая первое мне кажется вспоминание про угон доменов я еще помню с 2021 наверное года но тем не менее к сожалению пользователи все еще попадаются на такие уловки мошенников все еще забывают продлевать либо услуги хостинга либо там приписывают NS записи к своим доменам которые еще не размещают они контента и так далее вот собственно и коллеги из регистраторов наших точно писали статью о том что такое возможно и что нужно делать чтобы не позволить никому угнать ваш домен и наши коллеги и по моему координационного центра тоже про это информировал но тем не менее к сожалению пользователи все еще попадаются пользователи все еще угоняют домены и вот с начала 2023 года более 600 доменов были угнаны размещены фишковые страницы и с помощью них как раз осуществлялись кражи денежных средств так я еще вижу у меня есть немного времени я тогда еще немного немного соседней статистики расскажу да отлично касательно истории про кражи фишинговых кражи денег с помощью фишинговых страниц вот Евгений Панков вначале рассказывал как раз про различные скан команды мы просто называем тут те группировки о которых рассказывал Евгений которые используют для автоматизации своей работы телеграм-каналы которые там набирают пользователей для генерации ссылки можно использовать телеграм-код и так далее вот в свое время исследовали также эту схему и по нашим подсчетам нам просто стало интересно сколько же собственно злоумышленники крадут денег у пользователей и вот в среднем мы обнаружили порядка 20 команд таких и в день в такой средней скан-команде сумма краж достигала порядка 100 тысяч рублей 100 тысяч рублей на 20 скан-команд это порядка 2 миллионов краж в день это достаточно серьезные деньги тем более если мы говорим просто про кражу в рамках одного рабочего дня да тут же еще раз стоит подсветить что порог вхождения упал практически до нуля для того чтобы вот поучаствовать скажем так в такой мошеннической схеме чтобы пообманывать пользователей с помощью фишинговой страницы достаточно просто вступить в телеграм-чат там действительно очень подробные мануалы как общаться какую цену правильно выставлять какую лучше фотографию товаров предложить когда когда потенциальные жертвы прислать фишинговую стрелку там в первый день общения во второй день общения и так далее то есть очень подробные мануалы и человек который я тоже согласен с коллегами по поводу конечных пользователей кто генерирует эти ссылки и переписывается с потенциальными жертвами чаще всего это какие-то школьники либо студенты они могут вообще даже не знать слово домен днс-записи могут вообще не представлять как работает что-либо в интернете им достаточно просто нажать две ссылки две кнопки в телеграм-коте и под капотом все автоматизировано генерируется высококачественная ссылка которая будет уникальная ее сложно будет обнаружить поскольку там будет уникальный урл который просто так не сбрутить также как правильно Евгений Панков сказал время жизни ссылки будет ограничено то есть через какое-то время просто нельзя будет получить фишинговый контент уже даже имея этот уникальный урл вот то есть это прям такой очень высокий уровень фишинга который для его создания не требует практически ничего вот это про первую оценку суммы краш с помощью фишинговых страниц которые мы провели и вторую оценку мы попробовали провести такую скажем определить границу снизу сколько как минимум пользователям мошенникам стоит создать фишинговую страницу то есть мошенники не глупые они умеют считать деньги и они создают фишинговые страницы для того чтобы заработать денег и украсть денег больше чем у них уйдет на создание и поддержание инфраструктуры мы попробовали подсчитать сколько уходят у умышленников денег на поддержание такой инфраструктуры и в среднем какие затраты в целом мы увидели это регистрация домена на которой мошенники экономят когда угоняют домены они не покупают домен просто угоняют чужой это регистрация домена услуги хостинга услуги сокрытия персональных данных Cloudflare какой-нибудь анонимайзер услуги VPN VPS SSL он хоть и бесплатный но нужно время на то чтобы ему прикрутить различные инфраструктурные какие-то поддержки и реклама то есть по нашему на самом деле реклама один из самых дорогих пунктов и вот в сумме если приблизительно просуммировать то у нас получилось порядка 5 или 7 тысяч рублей на создание поддержания одного фишингового домена но как я уже сказал реклама один из самых дорогих пунктов вот то есть мошенники как минимум для того чтобы выйти в ноль и судя по тому что они это делают они видимо выходят в ноль как минимум должны украсть с помощью одного фишингового сайта порядка 5 или 7 тысяч рублей вот если умножить эту сумму на количество фишинга которое вот видим мы наши коллеги фиксирует координационный центр то получится прям сотни может быть даже миллиарда рублей дойдет в год то есть это прям огромная сумма которую крадут мошенники просто с использованием поддельных страниц так немного отвлекся только бегу дальше заканчивая историю про угоны доменов какие собственно рекомендации можно дать пользователям ну во-первых если вы владеете доменом и ранее размещали там какой-то контент но перестали оплачивать услуги хвостинг провайдера то нужно полностью удалить текущие нас записи вот либо не прописывать НС записи до того как вы привяжете домен к своему хостинг-аккаунту собственно достаточно простые пункты но многие про них забывают и к сожалению как я говорил у вас 600 подтвержденных случаев кражи домена обнаружили так у меня наверное пока что все если есть какие-то вопросы то готов ответить да есть вопрос зале от Ирины Данелии добрый день спасибо Дмитрий у меня не столько вопрос сколько наверное комментарий потому что я заметила действительно еще года полтора наверное назад вот в международных в том числе дискуссиях про фишинг и про действия угроз стали различать действительно категории доменов специально зарегистрированных для намеренных целях и доменов скомпрометированных ну или вот вы их назвали угнанными и мне казалось что у нас вот таких вот угнанных доменов очень мало мы никогда специально не методически их не разрабатывали методики как их посчитать вот ну глядя на даже там количество доменов по которым восстановлено делегирование в доменном патруле ну мне казалось что это там на уровне процентов и в принципе ваши цифры они ну где-то подтверждают наверное 600 против там 30 тысяч но в этом году я увидела данные ДНС абьюз института может быть знакома вам тоже такая организация которая тоже ведет свою статистику по зловредным доменам и в том числе по зоне ру и вот их цифры по количеству именно угнанных да или скомпрометированных доменов они значительно выше чем я себе это чем я это ожидал ну то есть сейчас нет их перед глазами но это какие-то уже там 10-15 процентов то есть это другой совсем порядок для меня это было неожиданностью но мне кажется что вот это вот стоит как-то об этом подумать тоже и принять во внимание вот сведения спасибо да спасибо я наверное тут тоже тогда прокомментирую вот ту статистику которую я сейчас показал да 600 доменов это конкретно с конкретным одним шаблоном фишинговой страницы то есть вот я тут страницу которую я показывал вот только таких доменов мы обнаружили порядка 600 мы также попытались оценить сколько в целом возможно доменов угнать то есть вот где соблюдаются вот эти условия для возможности того чтобы угнать домен и мы их обнаружили порядка 30 тысяч по-моему в прошлом году но я не помню это только по RU-зоне или нет то есть вот тут я конкретно про зону не могу сказать уточнить из тех 600 это точно подтвержденные данным фишинговым шаблоном угнанные домены но их скорее всего еще больше которые с другим шаблоном другими там группировками угнанными и так далее спасибо коллеги в зале еще есть вопрос будьте добры передайте микрофон Илью Круковеру Дмитрий добрый день у меня вопрос такой вам же удобно доменным патрулем пользоваться да отлично скажите вы помните пункт правил про как раз компетентной организации каков должен быть запрос вы имеете ввиду пункт 5.7 что регистратор вправе прекратить делегирование или о чем речь да 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 какой запрос должен быть для того чтобы регистратор регистратор стал вправе насколько помню там условия про то что запрос от компетентной организации про то что на сайте присутствует фишинговый контент либо ну там дальше по отдельным компетентам организации не совсем так вопрос не в этом вопрос в том что запрос должен быть мотивированный почему вы позволяете себе тратить регистратором время на разбор ваших запросов почему вы пишете это фишинг а все остальное где как нам проверить что это фишинг как раз насколько помню в область компетентной организации в область компетенции компетентной организации входит как раз определение фишинга то есть мы можем посмотреть там по различным дополнительным каким-то факторам да принять решение является ли сайт фишинговым или нет я соглашусь с Дмитрием потому что в общем-то компетентная организация наделена таким правом именно определить есть там фишинг или нет я же не про это говорю почему группа IB может себе позволить расписать что за фишинг и где смотреть его а вот сотрудники Дмитрия себе не могут такое позволить ну видимо здесь есть какие-то может пожалуйста чуть-чуть конкретизировать вопрос я просто пока не очень понимаю ну смотрите были запросы от вас например на сайте фишинг снимите с делегирования это разве нормально мы заходим на сайт никого фишинга никак не пробивается найти невозможно сайта загружается апкшка типа смотрите сами несколько раз вам писали никакой реакции нормальной нету последний запрос вот то же самое фишинг такой-то домен снимите с делегирования почему бы не написать фишинг там-то фишинг нацелен на такую-то аудиторию такой-то сайт скажем сбербанк или вконтакте чтобы было легко проверить чтобы мы действительно за свои действия отвечали когда мы принимали на себя решение о снятии с делегирования слушайте наверное если какие-то конкретные вопросы то я очень рекомендую связаться дополнительно обязательно обсудим все нюансы где не предоставляем дополнительную информацию это во-первых а во-вторых касательно того что обязательно указать на кого нацелен этот фишинговый сайт под кого он посет каким официальным сайтом представляется не всегда есть возможность указать то есть иногда если помните тот самый скрин который я сейчас в своей презентации показывал он на самом деле просто введите карту для оплаты а для какой оплаты там отдельно нет возможности несмотря на то что заблюрено хорошо покажите нам ссылку на вот эту самую форму где нужно ввести карту какие проблемы вы даете обычно как раз ссылку на форму вроде как всегда предоставляем если не ошибаюсь нет еще раз нет мы вам отказываем постоянно у нас есть комментарий со стороны Евгения Панкова который курирует как раз эти случаи ситуации разбирает конфликтные истории мы уже на самом деле да с Ильей буквально вчера это обсудили да Илья показал пример и именно в этом примере было вложение с картинкой и ссылкой и поэтому Илья сам же мне сказал да тут я не заметил потом дали отмашку на прекращение делегирования но также соглашусь с Ильей и я подниму этот вопрос в ноябре у нас ежегодная встреча между регистраторами компетентными организациями хотелось бы конечно довести до одного шаблона обращений от компетентных организаций тем самым упростив работу регистраторов чтобы меньше было вопросов вот но именно по вчерашнему примеру в защиту Дмитрия я скажу что было обращение было мотивировано было вложение я специально это вложение посмотрю на самом деле но ты же понимаешь вопрос не в этом а вопрос постоянный такой проблеме что касается РФ доменов я к тебе даже обращался показывал объяснял почему мы не можем снять с делегирования РФ согласен там не было вообще никакой информации было другое обращение с тем обращением вопросов нет а вот по РФ есть вопросы и это постоянная политика Илья у нас еще один докладчик выступлений и после этого мы попробуем вообще если останется времени подискутировать еще надо просто дать возможность рассказать еще один доклад это раз а во вторых ну действительно вот есть комментарии от Максима Альзобы о том что в общем-то надо придерживаться практически одного универсального правила прикладывать при любом инциденте какие-то доказательства в общем-то есть такая практика будем обсуждать на ближайшей встрече регистраторов и компетентных организаций действительно приходить к одному шаблону а я хочу передать микрофон Марине Брик из РУ-центра как раз у нас у нас разговор перешел как раз на сторону регистраторов спасибо Илье и вот регистраторскую сторону продолжит Марина привет спасибо что позвали значит меня попросили рассказать что происходит внутри регуру Центр при получении запросов мы в данной цепочке единомышленников так сказать выполняем простую функцию нам нужно прекратить нарушение или выдать инфу мы работаем с запросами относительно доменов и хостинга большое количество интересантов в области кибербезопасности к нам обращаются просто немного расширю вашу картину мира что мы работаем не только с компетентными организациями в отношении правонарушений там есть и госорганы и адвокаты правообладатели и просто пострадавшие пользователи значит цель наша по запросам или прекращаем или готовим ответы сейчас побольше расскажу про это и вот наши объемы с начала года мы обработали 160 тысяч запросов 20% пришлось на Руцентр 80% на Регру это существенно занимает время наших сотрудников ради интереса значит госорганы присылают официальные запросы на бумагах там может быть до 5000 доменов 8 сотрудников в Регруру Центра обрабатывают их 14% запросов от общего числа запросов в Руцентре это госорганы здесь цель простая помочь или следственным органам или суду или выявить нарушителя или наказать хостинг наверное это самая интересная тема и приближенная тем кто любит искать и прекращать 4 сотрудника Регруру Центр обрабатывают запросы в Регруру это 8000 запросов в месяц в первую ну там они разделяются это запрос по авторским правам или про зловредов и авторские идут по одному треку с согласованием с юристами там другая история зловреды анализируются правонарушения если спам блокируется почта в ДС ВПС смотрим если взломан клиент это один трек взаимодействия с нормальным легитимным пользователем если мы видим какие-то паттерны поведения одинаковые мы начинаем блокировать и предотвращать попытку заказа новых услуг для использования в какой-то противоправной деятельности ну и самый тут всем интересный доменный патруль нас этим занимается пять человек в Руцентре гораздо меньше запросов всего лишь 250 в месяц в Регру это среднее за год 3,3 тысячи в месяц в августе до 25% в числе доля от числа общего количества запросов идем по такому флоу если необходимо запросу компетентной организации отключить домен иногда делаем дополнительную проверку через СБ снимаем делегирование уведомляем администратора и начинаем процесс идентификации маленькая часть пользователей возвращается за устранением нарушения ну и подтверждает свои данные и по запросу компетентной организации мы все возвращаем назад с какими проблемами мы сталкиваемся частенько вот на такой нагрузке это еще без учета августовского запроса КЦ мы получаем в отношении одного этого же домена или правонарушения запроса от разных организаций или от одной организации вплоть до ошибок в определении регистратора то есть ну это вообще падает забраво и из интересных кейсов сейчас когда вообще огромное количество времени проходит между нарушением и получением нами запроса недавно была такая история а как я вышла а как ты да а поняла окей ну история такая верни верни обратно последний слайд если он откроется еще раз во нет вот следующий все домейнер зарегистрировал домен мы на следующий же день получаем запрос отключить домен на домен паркинге расположен наш сотрудник под огромной нагрузкой с закрытыми глазами отключает домен мы получаем обратную связь а это что я абсолютно белый пушистый домейнер пошли смотреть да домен 30 дней до этого не был делегирован у него уже новый администратор домен на парковке на которой невозможно ничего натворить и мы получили запрос компетентной организации его отключить ну уточнили разобрались да действительно правонарушение произошло в июле мы получили запрос в конце августа тоже напрасно поработали как говорится ну наверное все 15 сотрудников 160 тысяч запросов давайте еще а будут еще я так понимаю что вот смотря на то какие слова сегодня здесь произносились нас ожидает увеличение нагрузки как я так понимаю что вот такие задержки я отвечу за компетентную организацию наверное предположу что такие сроки это либо человеческий фактор но скорее всего это такая же загруженность компетентной организации разбирательствами расследованиями и инцидентами и инцидентами потому что их вал недаром пришел вот этот августовский запрос из органов безопасности в координационный центр который распределил их уже подальше по регистратору ну увы легкость вхождения давайте по поводу этого я как раз поговорим а нужна ли она так а мне вопрос таки возможно не по той теме которую вы сейчас назвали а можно вернуться на пару слайдов назад ну вот можно следующий там тоже самое то есть я правильно понимаю что при получении обращения по хостингу вот нормальный был слайд у вас да на другом был есть проверка там на зловреды то есть вы сами подтверждаете что там есть зловред либо вы сами подтверждаете что там есть нарушение авторских прав используете для этого вашу внутреннюю экспертизу юристов а в части зловредов вашу внутреннюю экспертизу в области кибербезопасности правильно да вы не привлекаете внешне то есть может быть если коллеги из например факт подтвердили что там есть нарушение то в этом месте можно ускоряться например автоматизировать эту историю и не делать ручную обработку и перепроверку на вашей стороне а доверить ну раз вы доверяете им в хостинге понимаешь мы ищем причину еще то есть это был взломан клиент или это реально злоумышленник да который использует нас там массовым образом вот просто я как потребитель да всей этой истории единственный представитель потребителя для меня хочется чтобы время от время реакции было сокращалось да я посмотрев на всю вот эту цепочку там приняв внимание вашу бурную дискуссию о стандартизации заявок вижу что ну наверное если вы придете к единому формату заявки и в форме подтверждения того что домен нужно разделегировать и компетентная организация в этом сама удовольствоверилась а вы ей доверяете то вот этот кусочек между компетентной организацией и фактом разделегирования можно автоматизировать соответственно очень сильно ускорить и исключить регистратора из этой цепочки ну регистратор будет напрямую в реестр пустить компетентных во всей этой цепочке ответственность на регистраторе и судебные издержки в случае чего они ложатся на регистратор надо продумывать возможно должна быть страховка какая-то дополнительная или передача ответственности в компетентную организацию но уже не просто вот голословную а реально фактическую ну вот это как раз к тому к той легкости вхождения легко зарегистрировать домен я понимаю зачем это нужно регистраторам и регистраторам да чем больше доменов тем лучше всем да и в том числе злоумышленникам тоже а может быть действительно в этом есть какая-то доля правды они умеют все хорошо автоматизировать давайте у них учиться автоматизации хоть максим альзоба и тут меня поправит если пойдешь на семинар к этим товарищам нехорошим тебя как соучастника куда-нибудь повлекут вот вопрос такой наверное ко всем участникам и к залу хотим ли мы вообще в принципе немножечко изменить принципы регистрации доменов выключения этих доменов да может быть действительно нам нужна полная ошеломляющая и безоговорочная автоматизация и в том числе чтобы решение о выключении например принимала не компетентная организация не регистратор а например тот же самый искусственный интеллект по определенным критериям параметрам и ключам Анна Караханян микрофон я хотела тут одну вам вещь сказать которую вы не используете у нас очень смешная ситуация у нас все правительственные организации хостинги вы знаете кто охраняет эти хостинги нет конечно так вот они охраняют в какой-то момент они сказали что национальная служба безопасности готова предоставить услуги правильно ли я понял посыл что просто есть национальная служба безопасности которая готова закрыть все вопросы связанные с проблемами и зловредами в интернете тем что будет сама оказывать услуги нет понимаешь у нас есть такая опция locked by authority и если другие могут менять донес вот эти домины не могут менять свои без них это понятно здесь понятно это в общем-то общая структура общая практика да а насчет того чтобы вот снятие делегирования это очень великая проблема и у нас тоже у нас даже создана специальная комиссия григорий михалыч и завидую руководит вот и это очень трудно а предоставление вот то что ты говорил у нас есть какой-то в общем шаблон действий то есть мы мы получаем сигнал мы пишем и а в качестве доказательства только скриншоты и вот мы все время боремся за то чтобы сначала предупредить хозяина да домейна чтобы он ну выправил ситуацию ей ну можно предоставить ему какое-то время да там неделю-две и если выправит выправит да ну понимаешь Андрей я понимаю почему-то но у нас проблема мы не можем на нас с одной стороны давит наш юрист говорит а у нас нету такого мы не имеем права снимать телегирование а что делать ну вот есть а полиция кстати говорит просто передавайте нам потому что фишинг это оказывается криминал просто криминал то есть нам в принципе делать нечего если в полиции все следует забрала да лучше не было принято андрей а можно маленькое замечание вот смотрите прозвучал запрос от регистратора прозвучал комментарий еще от одного регистратора а собственно задача для того чтобы сократить время значительное время реакции регистратора на запрос блокировки вы как-то и компетентная организация пожалуйста давайте доказательства более обширные и тогда проще будет принимать решение о том что домен надо заблокировать потому что если не дать ничего сказать просто блокировать естественно задержка будет очень существенной да ну мы как раз даем все эти комментарии поэтому у нас стопроцентное реагирование и среднее время реакции как рассказывал вчера и тоже Евгений 22 часа да была определенная задержка связанная с объемом ее решили там она увеличилась на 10 часов опять мы вернулись с нормальным показателем то есть мы делаем все отлично все сто и сто мы можем поделиться этой экспертизой давайте пригласите нас на какое-то еще мероприятие мы расскажем как это сделать обязательно и для коллег я передам передам микрофон Евгению чтобы он еще раз анонсировал анонсировал мероприятие которое нас ждет этой осенью да да у нас ежегодно в середине ноября куда мы приглашаем всех компетентных и регистраторов это уже ежегодно уже проводим лет 5 подряд так что обязательно будем ждать и все это обсудим и зафиксируем Дмитрий мне показалось ли вы поднимали руку и хотели включиться в обсуждение нет ну да еще раз прокомментирую что если есть какие-то дополнительные вопросы обязательно пишите если хотите получать какую-то дополнительную информацию по конкретным схемам мошенничества либо фишинговым страницам то просто скажите про это мы пришлем обязательно ну хорошо в таком случае я буду потихоньку подводить резюме нашей сегодняшней секции завершать ее ну вот маленький комментарий опять от нашего активного онлайн зрителя в течение всей вчерашнего дня сегодняшнего дня от максима есть комментарии максим спасибо огромное мы видим все эти комментарии когда есть возможность у ведущих секций они их зачитывают либо воспринимают как вопросы просто некоторые были немножко не похожи на вопросы было трудно их включить но вот пометка такая к автоматизации всего и вся в том числе прекращение делегирования доменов если исключить регистратора из этой цепочки дать какому-то внешнему пусть и полиции или кому-то правоохранителю возможность прекращать делегирование то дело в том что в любом случае договор между конечным потребителем и получателем услуги регистрации домена есть только между ним и регистратором домена и ответственность по этому договору и деньги по нему и штрафы или прочие потери будет нести именно регистратор поэтому надо прежде всего думать о том кто платит за весь этот банкет спасибо участникам основной резюме я вижу вот в чем нам надо стремиться действительно сокращать время реагирования и эту тенденцию мы поддержим она идет из года в год слава богу да не так быстро как хотелось бы да мошенники обгоняют у них лучше автоматизация значит надо думать о своей автоматизации в том числе я услышал со стороны крупного регистратора о том сколько рабочих рук и рабочих часов используется на то чтобы разобраться вот в этих проблемах и мы уже сейчас теряем и вот прозвучала цифра в 5-6 тысяч рублей которых стоит злоумышленнику один такой фишинговый сайт давайте подумаем у нас-то это стоит на самом деле примерно тех же денег по рабочим рукам и всему прочему да вот если так все вместе почитать а может быть и дороже может быть каждый инцидент обходится нам не в 5 тысяч рублей а в 7-10 давайте посчитаем и может быть здесь нужно думать о том чтобы было действительно сложнее регистрация может быть возвращаться к той теме с которой мы начали нулевой еще день нашей конференции это подключение к системам идентификации авторизации и не только доменов РУ и РФСЮ и национальных доменов России а вообще подумать в других странах тоже есть свои системы государственной идентификации и авторизации надо двигаться к этому черное зеркало все должны быть посчитаны а с хостингами в России уже то же самое сейчас хостинги быстрее чем регистраторы обязаны будут авторизовать своих клиентов через систему идентификации авторизации государственной поэтому все к этому движется на этом я завершаю нашу шестую секцию мы проговорили и про деньги и про время кто на что сколько тратит и обозначили проблемы всех сторон спасибо участникам а я наверное говорю что секция номер 6 ТЛДКона закрыта и попрошу перейти к микрофону директора Координационного центра Андрея Воробьева для продолжения мероприятий конференции основные итоги давайте сначала непосредственно конференции ТЛДКон поговорим насколько удалось на ваш взгляд Андрея Георгиевич раскрыть программу справился ли программный комитет насколько выступления были актуальны и вот я знаю уже какие высказывают мнения коллеги те кто слушали нас даже здесь в республике Карелия об этом я поговорю чуть позже но сейчас давайте с точки зрения программного комитета выполнили ли мы поставленные задачи ну я хочу сказать что окончательную оценку нашей работе даст конечно дадут участники конференции как те которые в зале присутствуют и которые здесь присутствовали на сцене в качестве спикеров я хочу сказать что в этом году вот программный комитет скажем так как некое сообщество экспертов которое давало рекомендации по программе значит рекомендовал спикеров и темы для и секции выступлений проработал в общем мне кажется достаточно эффективно и очень много было и предложений которые мы потом включили в программу и соответственно спикеров которые так или иначе поучаствовали в представлении этих тем которые вошли в итоге в тот перечень тем которые мы представили вам на этой конференции опять же подчеркну что конечную оценку дадут зрители дадут участники конференции причем мы не прекратим эту деятельность я надеюсь и в следующем году и в результате окончательной оценкой будет тогда когда мы соберем и посмотрим сколько народу мы соберем на следующей конференции это все будет зависеть еще от оценки результатов этой конференции я хочу принести некоторые извинения за косяки которые у нас там случались по ходу мероприятия но они были мне кажется баги как мы говорим профессиональным языком косяки да могут неправильно интерпретировать косяков не было да были баги вот но мне кажется что они были в пределах погрешности и вы нас за это извините мы старались спасибо я хочу от всех участников конференции и от оргкомитета выразить благодарность программному комитету большое спасибо за то как вы поработали действительно работа программного комитета начинается вот в следующей конференции буквально на следующий день после завершения текущей то есть у нас в принципе уже вчера мы обсуждали какие темы могут быть интересными находкой этого года я бы сказал активное участие компетентных организаций и я думаю что нам нужно пригласить представителей компетентных организаций в программный комитет форума тем более есть предложения и мы их слышали да от наших партнеров из других стран о том что нужно расширять вот этот достаточно положительный опыт да и на соседние страны и мне кажется это будет правильно ну как раз это наверное то о чем можно будет поговорить на телодиконе следующего года еще одной особенностью 16 конференции стал образовательный трек и вот я буквально сейчас пришел из администрации где мы встречались уже не только с руководством Петрозаводского городского округа вот сейчас состоялись переговоры с Леонидом Владимировичем Леменчуком из законодательного собрания республики Карелия за нами за работой нашей конференции внимательно смотрели депутаты местного парламента и тоже свои предложения по нулевому дню уже внесли вчера у нас очень успешно стартовала школа наставников проект изучи интернет управляем в год педагога и наставник это тем более символично что теперь у нашего проекта который на самом деле имеет многолетнюю историю появилась такая школа и мы планируем готовить в разных регионах педагогов в первую очередь ну а также активных родителей представителей техникумов для того чтобы они были точкой опоры для проекта у себя на родной земле и уже пошли первые заявки на участие понятное дело учитывая что старт школы наставников произошел здесь на карельской земле в первую очередь пошли заявки от педагогов вот первые 50 учителей пройдут обучение уже в октябре в декабре будут выданы документы государственного образца о получении дополнительного профессионального образования так что еще один вот такой яркий наверное итог конференции да в копилку я прошу извините хотел вот немножко дополнить Андрей говорил про участие компетентных организаций но я хочу сказать что это не первый раз и вот и группа IB и теперь факт я не знаю как правильно произнести и Бизон и другие компетентные организации у нас традиционная секция по безопасности всегда и много лет спасибо им они участвуют и вносят свой активный вклад в программу вот какой-то такой специальной секции раньше у нас ну раньше не было по именно взаимодействию с компетентными организациями да но тем не менее свою долю контента в программу они вносили всегда и за это огромное спасибо у нас была традиция всегда рассказывать где мы будем дальше и ролик еще показывать была такая традиция в этот раз мы его покажем чуть позже да мы пока скажем аккуратно следующий конференцию следующую мы планируем провести безусловно в оффлайн формате в первую очередь в гибридном наверное формате с возможностью подключения участников а что касается мест потенциальных проведений их много притом это как и российские города у нас регистратор ардис приглашает в калининград уже не первый год так и собственно минск который неоднократно подавал заявку на проведение тилдикона и ташкент узбекистан тоже предлагал он у нас был номинальным номинальной принимающей стороной поскольку из-за пандемии пришлось проводить в формате онлайн посмотрим что будет в следующем году напоминаю что мы теперь будем еще смотреть на возможность проведения нулевого образовательного трека нулевого дня как посвященного образовательному треку и выбирать место проведения исходя из такой возможности еще одним итогом стало подписание соглашения между Координационным Центром и Петрозаводским Государственным Университетом мы запланировали подписание соглашения еще летом когда готовили эту конференцию вот за эти дни случилось непосредственно само подписание не стали делать его в торжественной обстановке потому что важно не это а важно то что первые лекции в рамках этого соглашения уже прошли для студентов и физтеха и института права и экономики и такой цикл лекций запланирован он будет постоянным а самое главное что мы теперь ждем от активных ребят свои предложения свой вклад в проект поддерживаю РФ посвященный решению проблем универсального принятия не латинских доменов адресов электронной почты и такой такая договоренность уже есть и ребята активно включились в процесс за что отдельно наверное надо поблагодарить Марию Колесникову и Вадима Михайлову это наши как не волонтеры но наши руководители этого проекта боевой отряд проекта поддерживаю РФ всем нашим партнерам хочется сказать большое спасибо вчера вот на приеме Евгений Кускевич сказал как приятно видеть Росне-Рос в числе соорганизаторов такой профессиональной отраслевой узко может быть даже отраслевой конференции ну а как без Росне-Роса Росне-Рос когда-то начинал все эти конференции и сюда причаливал теплоход реларно и были педагоги которые вот вчера в администрацию к нам подходили и говорят а вот это не продолжение реларновских традиций наверное да продолжение реларновских традиций традиция Курчатовского института который был одной из точек отчета Рунета в целом Ру-Центр старейший регистратор ТЦИ реестр национальных доменов и не только национальных но и ряд российских GTLD доменов ну и конечно MSKX оператор инфраструктуры спасибо вам большое без вас эта конференция не состоялась бы ну и конечно спасибо слушателям которые нашли возможность приехать и как правильно отметили собственно вот этот вот эта атмосфера конференции она случилась благодаря возможности личного общения мне кажется секции свое дали положительное да в просвещении в обмене опытом но куда более наверное полезными даже были кулуарные наши собрания наши заседания вечерние заседания да потому что они позволили наметить очень много интересных и новых проектов это все только в личном общении обычно происходит ну и в завершении конечно надо поблагодарить администрацию Петерзаводского городского округа которая оказала огромный вклад в то чтобы конференция прошла вот так разнообразно и во второй половине дня нас ждет еще насыщенная экскурсионная программа посещение дома Кантеле я думаю что мы даже можно лично выделить заместителя главы администрации Петерзаводского городского округа Хармазина Наталью Владимировну которая сразу поверила в то что конференция пройдет на высоком организационном и идейном уровне как мы говорим и помогла не только в проведении вот заседания Тил Декона здесь но еще и в организации того самого образовательного трека так что всем большое спасибо и до встречи на Тил Деконе следующего года до свидания аплодисменты